Волх должен вести хозяйство? Волх — это волховарищи. Волхва без коров не бывает. Тогда он не волк. Жрец — это жизнерецение. Тот, кто учит о жизни — это жрец. А волх — это хранитель коров. Он мудрец, но занимается животноводством. Священнослужители должны иметь своих хозяйств? Ну, желательно. Если у него семья есть, то желательно иметь свое хозяйство. Он своим примером показывает. Хотя он может жить за счет того, за счет общины. То есть они говорят, ты знаешь, ты не держи коров. Мы тебе лучше молока дадим. А ты лучше занимайся знахарством, целительством занимайся. Нам выгоднее это будет. Время не трать на коров, а мы тебе молока дадим. А ты будешь нас обучать как здоровый образ жизни вести. Если на этих условиях община готова содержать, то конечно. Точно так же они... Что? Священство везет и потом как-то не обвыкнет в такой жизни? Нет, он свою обязанность. Например, если это, допустим, кузнец. А мы твои общинники. Мы говорим, знаешь, вот тебе не стоит коров держать и картошку сажать там. Понимаешь, на огороде возиться. А нам нужна лопата, серпы. Вот ты давай делай, а мы тебя будем кормить. Мы тебя молоко принесем, картошки, пшеница. Это выгодно общине. И тебе выгодно. Так же? То есть, каждая своя... Точно так же священостушитель. Точно так же горшечник, плотник, стекольщик, пекарь, лекарь. Это жизнь общины. Она же ни от чего не отучает. Каждый исполняет свой долг. Вот ему нужен этот урок пройти, он ему проходит урок. И община ему позволяет. Это выгодные общины во всех отношениях. Так же? Если нам нужен городовой, который будет охранять нас. Так же? За порядком следить. А вдруг там инородец какой-то придет. Мы городового выбираем. Городовой это городской бой. Так же? Который следит за порядком. Так же? Нам внешнего врага нужно сейчас, а мы армию содержим. Так же? Они не сеют, не пашут. Так же? Они нас защищают. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Это шаг своего. А у них эволюция ж не прекращается, они наоборот развиваются. Каждому. То есть тем хороший родоплеменной строй, что он каждому члену общины дает возможность полноценно эволюционно развиваться. Но тебе нужно так его попробовать получать. Так и эволюция пойдет полным ходом. Исполнить пусть плохо свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужую сверхотечнюю. Но науку, скажем, заниматься социалом, они все знают. Конечно. Я, например, йога не совершенствует в любом действии. Если у нас община, вы же скажете, а какую пользу я могу максимально общине принести? Так же? Какую пользу? Ну, в данном случае, вот я вас там, как жреца, обучаю там, жизни. Это выгоднее. Так же? Вы мне скажете, а мы тебя будем содержать? Ну, ты нас обучай. Мазы на место ставь. Нам это выгодно. Но я могу лучше вас пойти там, пшеницу вырастить. Пойти коров вырастить там. Потому что я это умею, я знаю. Потому что йога совершенствует в любом месте. Я этот опыт прошел. И лучше вас это сделаю. Но вам выгоднее чем я, чтобы я занимался? Пшеницу. Потому что это важнее. На данный момент это нужно. В том числе, как пшеничку вырастить. Так же? То есть, передать его. То есть, каждый член пшенины должен делать то, что он максимально пользует обществу. Если я кроме кузнечного дела ничего не делаю, так же? Чем я могу вообще не помочь? Только кузнечным делам. А если у меня лучше, чем у вас хлеб получается печь, так же? Я должен вас с хлебом снабжать. Так же? И так же. Или я там очень хороший партной. Я вам сошью именно одежду с оберегами, чтоб она именно там защитой была. Так же? Скажем так, всем партной всем сшил уже. Уже не нужна энергия. Ну не ваша. Смысл в том, что какую ты максимальную пользу вообще не можешь принести, то ты и обязан этим делом заниматься. Так же? То есть, в ведах описано, может быть помните притчу, как там один йог сидел, медитировал и сам прилетел, и по минуту на голову уронил. А дальше помните эту притчу? А потом на бойник. А потом на бойник. Он просто свой долг выполнял. Он занимался убийством коров. Так же? А достиг такого совершенства. Вот это вот, я говорю о том, что нужно исполнять именно свой долг. который ты поставил на эту ситуацию, и вот эти уроки твои. Вот проходи этот урок. И тогда общество будет максимальной пользой. Вот это и есть родоплеменный строй. Смысл всего этого. Что это как единый коллектив, единый разум. Вот это нам и нужно восстанавливать.